Библия Библия, не всякого сомнения, уникальная и чрезвычайно интересная книга. За последние несколько сотен лет экземпляров Библии ежегодно издавалось несравненно больше, чем экземпляров любой другой книги. Некоторые люди считают, что популярность Библии — лучшее доказательство доверия к ней, но многие с этим не согласны. Если спросить разных людей, что вы думаете о Библии, что же мы услышим в ответ? Я верю, что Библия — это слово Божье, это Боговдохновенная книга. Я полагаю, что это сборник исторических документов. Люди написали его в попытке ответить на главные вопросы, касающиеся веры в Бога. Я считаю, что в Библии содержится много хорошего, но полностью верить ей и жить только по ней — это, по-моему, ну, в общем, Библию надо воспринимать скорее на уровне души. Я верю, что Библия — это то, что она говорит о себе. Я верю, что это слово Божье, которое Он явил нам. Мое мнение о Библии таково. Я полагаю, что Библия сообщает нам очень много важного о Господе и о людях других времен. И соединив эту информацию с другими данными, человек составляет собственное представление о Библии. Не удивительно, что людские мнения о Библии так разноречивы. На первый взгляд, Библия может показаться книгой о древней истории. Но чем больше мы читаем ее, тем отчетливее понимаем, что Библия преодолевает все преграды времени и становится для каждого глубоко личной книгой, поскольку, как утверждает она сама, не заключено самое важное значение для человечества. Я приглашаю вас посетить путешествие, мир Библии и понять, что же оно такое на самом деле — миф, тайна или поистине чудо. Критики Библии предъявляют к ней три основные претензии. У одних критиков вызывает сомнение историческая достоверность Библии. Они утверждают, что Библия — это не более, чем собрание людских измышлений, и, следовательно, мы не можем доверять ей. Второе направление критики подвергает сомнению нашу способность понимать Библию. Согласно этой теории, Библия, возможно, и заключает в себе мысли самого Бога, но, по сути своей, это мистическая загадочная книга, и, сказанная в ней, нельзя воспринимать буквально. Критики третьего рода подвергают сомнению божественное происхождение Библии. Они утверждают, что авторы Библии всего-навсего изложили свои собственные идеи, приписав им божественный источник. По мнению этих критиков, Библия — нет Бога. Библия неоднократно называет себя священным Словом Божьим, которое явлено человечеству совершенно адекватно и достоверно. Критики Библии, в свою очередь, полагают, что Библия — это либо собрание мифов, не заслуживающих доверия и изложенных в соответствии с личными пристрастиями их авторов, либо книга, созданная людьми без участия Бога. Обе эти модели не зводят Библию до уровня просто интересной книжки, которая не имеет никакой духовной ценности и не оказывает воздействия на человеческую личность. Хотя обе эти точки зрения весьма любопытны, я полагаю, что тщательное изучение фактов, имеющих отношение к Библии, приводит нас к совершенно иным выводам. Не удивительно, что Библия относится к древнейшим историческим летописям, и потому может показаться, что найти подтверждение, изложенным ней фактом, весьма нелегко. Но, к счастью, значительная часть научного поиска уже проделана. Библия с давних времен интересовала археологов и историков, и в последние годы миру было предъявлено много новых свидетельств, подтверждающих ее историческую достоверность. Археология — это наука, которая добывает знания о прошлом путем изучения материальных свидетельств. Археологи тщательно и методично изучают тот или иной участок местности, исследуют тайны земли, открывая слой за слоем, словно при очистке луковицы. В числе археологических находок, помогающих разгадать загадки прошлого, таблички с письменами, элементы построек, домашняя утварь, кончарные изделия, оружие и временами человеческие останки. Анализируя данные находок, археологи способны до малейших подробностей восстановить особенности местности, уклад жизни людей и порой даже последовательность событий в определенный период времени. Мы помним, что первое направление критики Библии ставит под сомнение ее историческую точность и достоверность. Возражение строится в первую очередь на том утверждении, что израильтяне как народ начали свое существование только около 800 года до Рождества Христова. Израильская стелла, обнаруженная в Египте и датированная приблизительно 1200 годом до Рождества Христова, содержит длиннейшие письменные упоминания об израильском народе, найденные археологами. Стелла — это испещренный надписями каменный памятник. Надпись на этой египетской стелле повествует о военных действиях в земле Ханаанской. Сейчас она находится в Каирском музее. До недавнего времени первым из библейских персонажей, упомянутых во внебиблейских источниках, считался царь Хаб. В результате некоторые критики Библии причисляли более ранних персонажей Библии, например, царя Давида, к сонму мифологических героев. Летом 1993 года при раскопках развалин древнего города Дам на севере Израиля было сделано поразительное открытие. Там была обнаружена надпись, в которой упоминается царь Давид и цитируется 15 глава 3 книги Царств. Этой надписи, безусловно, упоминается «Давид» и цитата «Дом Давидов». Но это еще не все. Библия повествует о сирийском царе Винададе, имя которого означает «Сын Адада, бога Урагана». А надпись поздравляет этого языческого бога Адада с победой. Сейчас надпись находится в экспозиции Иерусалимского музея, где ее может увидеть каждый. Она полностью подтверждает достоверность библейской летописи и служит еще одним опровержением теорий, подвергающих Библию критике. На Моавитском камне, называемом также Стеллой Месси, царь Моава описывает свои войны с израильтянами около 850 года до Рождества Христова. Моавитяне, один из хананейских народов, жили к юго-востоку от Израиля. Текст рассказывает о том, как тяжко жилось Моавитяна в подчинении у израильтян и как, наконец, они обрели свободу. Эта надпись на Моавитском камне, повествующая о восстании царя Месси, полностью согласуется с рассказом Библии в 3 главе 4 книги Царств и подтверждает его историческую точность. Среди возражений против исторической точности Библии есть и такое. Якобы израильтяне никогда не покоряли городов Ханаана. Доктор Брайант Ууд, археолог и исполнительный директор Ассоциации «Ученый за библейские исследования». Он руководит археологическими работами в Израиле, и именно он занимался знаменитыми раскопками на Тель-и-Ерихо, и Ерихонском холме. Подобное изучение археологических находок показывает, что они действительно подтверждают историческую точность Ветхого Завета. Один из примеров тому — Ерихон. Раскопки и исследования на этом холме проводятся с самыми различными экспедициями уже более сотни лет. Самые недавние раскопки проводились в 50-е годы британским археологом Кэтрин Киньон. Она пришла к выводу, что во времена Иисуса Навина, который вел израильтян в Ханаан, в этих местах не существовало города. Но проведя более тщательные исследования, я пришел к выводу, что она ошиблась в датировке. Моя специализация — изучение ханаанской керамики времен завоевания Ханаана израильтянами. Я установил, что найденное Кэтрин Киньон в районе Ерихона ханаанские керамические изделия относятся к эпохе Иисуса Навина. Некоторые из найденных там изделий имели явную отличительную черту двухцветности. Эта керамика с красно-черным рисунком была распространена в течение всего лишь одного тысячелетия, около 1500-1400 лет до Рождества Христова, вплоть до времен израильского завоевания. Именно такая керамика была обнаружена в Ерихоне, и это в супе с множеством других убедительных свидетельств показывает, что город действительно был разрушен именно в то время, в которое, согласно Библии, его покорили израильтяне. Более того, есть даже свидетельства тому, что стены Ерихона действительно обрушились, как и говорит Библия. Таким образом, в случае с Ерихоном мы видим, что археологические свидетельства при тщательном и глубоком изучении не противоречат Библии, как некогда утверждали неверующие археологи, а, напротив, согласуются с ней до малейших подробностей и подтверждают историческую точность библейской летописи. Эта глиняная призма царя Синахирима, найдена при раскопках Древней Немерии, служит внебиблейским подтверждением длительного конфликта израильтян с ассирийцами, о котором идет речь в 18 главе 4 книги царств. На ней подробнейшим образом рассказывается о том, как этот царь захватил 45 городов Иудеи и, наконец, достиг столицы Иерусалима. В этом тексте царь Синахирим сообщает, что он, окружив город, запер царя Иезекии в Иерусалиме, как птицу в клетке. Однако последнее слово осталось за Богом. Он послал своего ангела, который ночью поразил ассирийское войско и освободил Иерусалим от осады. Есть еще одно интересное открытие, касающееся осады Иерусалима около 700 года до Рождества Христова, которое в очередной раз подтверждает историческую достоверность Библии. Во второй книге Парлипименон, 32 глава, 2 стих, сказано, что в ожидании ассирийской осады Иерусалима царь Иезекия разработал план спасения города. Родник Гион, единственный источник воды в Иерусалиме, был расположен непосредственно за городскими стенами. Царь Иезекия, не желая, чтобы источник достался ассирийцам, приказал построить туннель, по которому воды источника отводились бы внутри города. Гости Иерусалима и сегодня могут увидеть этот туннель, несущий воды источника в Силаамский водоем. Археологи обнаружили также надпись, высеченной на стене туннеля. Она содержит подробное описание этого поразительного древнего сооружения, которому около 2600 лет, и полностью подтверждает библейское повествование. Уникальные Соломоновы врата в Мегидо были открыты археологом Игаэлем Ядином. Это еще одно доказательство исторической безупречности Библии. В Третьей книге Царств 9.15 сказано, что царь Соломон укрепил города Гацор, Мегидо и Газер. В результате археологических раскопок в Мегидо и Гацори в обоих городах были обнаружены тройные ворота удивительной конструкции. В ходе более поздних раскопок в древнем Гизере Ядин надеялся найти такие же ворота, поскольку Соломон укрепил все три города одновременно. Когда врата не были найдены, Ядин, не сомневавшись о достоверности Библии, велел копать глубже, что и было сделано. В конце концов в Газере тоже были обнаружены тройные ворота, как и в Гацори и Мегидо. Всякий раз, когда Библия поверяется внебиблейскими источниками, будь то исторические летописи или археологические находки, выясняется, что ее сверения точны и надежны. Существует множество независимых внебиблейских свидетельств пребывания израильтян в Вавилонском пленении, но археологи обнаружили одно особое свидетельство, которое полностью подтверждает историческую достоверность первой главы книги пророка Ездры, где речь идет о возвращении евреев на родину. Археологи называют этот небольшой глиняный памятник цилиндром Кира. В надписи говорится о том, что Кир покорил Вавилонское царство, вернув евреев на родину и повелел им восстановить храм Господа Бога в Иерусалиме. Несколько месяцев назад, глядя на этот небольшой древний экспонат Британского музея, я осознал, что это очередное независимое свидетельство, убеждающее нас в достоверности Библии. Среди ветхозаветных эпизодов, вызывавших сомнения ученых, истории из книги «Бытия» о разрушении Содома и Гоморры и городов Равнины. Бог осудил эти города за грехи их жителей и обрушил на них с небес огонь и серу. Ученые сильно сомневались в том, что это могло произойти, но недавно археологи подтвердили, что именно так все и было. К востоку от Мертвого моря были обнаружены развалины Содома, Гоморры и пятиокрестных городов. Это были развалины городов времен Авраама, разрушенных огнем. Одна из самых интересных находок была сделана на кладбище в местности Баб-Эд-Дра, в северной части территории. Там, скорее всего, и располагался Содом. Археологи обнаружили, что во времена, предшествовавшие разрушению Содома, жители этих мест хранили мертвецов в склепах, сооружавшихся на поверхности земли. Склепы строились из кирпича. Всякий раз, когда археологи обнаруживали такие склепы, выяснялось, что внутренняя часть здания выгорела. Это кладбище находится в нескольких километрах от города. Конечно, можно предположить, что какой-то завоеватель, царь или военачальник сжег этот город. Но неужели он специально отправился бы на кладбище с целью сжечь склепы? Археологи с особой тщательностью исследовали один из таких склепов, пытаясь понять, как и где начался пожар, как он распространялся и так далее. Выяснилось, что пожар начался с крыши здания. Сгорели стропила, крыша обрушилась в центр здания, и пожар распространился по всему склепу. И тут ученые оказались в еще более затрудительном положении, чем прежде. Если точно известно, что пожар начался с крыши, то каким образом она загорелась? И по правде сказать, на сегодняшний день у ученых нет разумного объяснения этих явлений. Но ответ существует. И этот ответ мы находим в Библии, в истории уничтожения Содома и Гоморы. Библия сообщает нам, что Бог обрушил на эти города огонь с небес. Именно это и подтверждается археологическими свидетельствами. Сначала загорелась крыша, и затем огонь проник внутрь здания. Таким образом, археологические находки снова и снова подтверждают истинность Священного Писания и истину Слова Божьего. Хотите верьте, хотите нет, но мы затронули лишь ничтожно малую часть огромного количества археологических свидетельств, безусловно подтверждающие историческую точность в ветхозаветной истории. Конечно же, далеко не все загадки древности разгаданы современной археологией, но даже те факты, которые мы с вами рассмотрели, уже дают основания говорить о полной исторической достоверности Библии. С достоверностью Нового Завета дело обстоит гораздо проще, поскольку существует множество иных исторических источников, согласующихся с ним. И все же некоторые скеплики по сей день утверждают, что на свете никогда не было человека по имени Иисус из Назарета, и вся история его служения вымысел с первого до последнего слова. Однако эти скептики попросту не желают признавать, что римские и еврейские историки не христиане писали об Иисусе и упоминали многие из его деяний. Например, Иосиф Флавий, иерусалимский священник и историк, живший во второй половине первого века, в 18-й книге своей работы «Иудейские древности» сообщает следующее. «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изубительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. Кто был? Христос». Далее Иосиф Флавий говорит о приговоре над Иисусом, его распятии и даже о его воскресении на третий день. Даже наиболее критически настроенные из современных исследователей были вынуждены заключить, что этот отрывок — подлинное свидетельство о жизни и служении Христа. Притом, это источник этого свидетельства, очевидно, не христианский. Таким образом, слова Иосифа Флавия служат подтверждением многих событий жизни Иисуса, описанных в Новом Завете. Теперь, когда мы убедительно показали, что исторической точности Библии можно доверять, обратимся ко второму направлению критики, ставящему под сомнение нашу способность понимать истинный смысл текста Священного Писания. Принято считать, что истинная ценность любого письменного источника состоит в способности читателя понимать и истолковывать тот смысл, который вложил в этот текст его автор. Поэтому совершенно естественно, что исторические документы обычно интерпретируются буквально, если только само содержание текста не предполагает иного способа интерпретации. Дает ли нам Библия основания считать ее некой тайнописью, требующей мистического толкования, или же Библия — это книга, которую можно просто читать, просто верить ей и трактовать буквально? Особенно активно в этом отношении те критики, которые утверждают превосходство науки, и в первую очередь те из них, кто выступает с позиции теории эволюции. Эволюционисты отвергают летопись книги и бытия, но выводы, к которым приходит их теория, наносит вредь пониманию всего священного писания. Наука, как попытка постичь природу окружающего мира, одарила нас множеством благ. Но мы должны понимать, что наука — это процесс, и дело ее отнюдь не завершено. Научные открытия совершаются каждый день, и каждый день ведущие исследователи приходят к новым выводам, многие из которых приводят к пересмотру прежних. Кроме того, далеко не все научные теории подтверждаются практикой. Очевидно, что наука не представляет собой абсолютной истины. Так почему же мы должны на ее основе толковать священное писание? А ведь именно так обстоит дело с теорией эволюции. Многие считают эволюцию фактом, и с позиции этого факта подходят Библии. В результате от них ускользает главный смысл священного писания. Читая первые главы книги «Бытия», мы видим не только рассказ о сотворении мира, но и начало многих тем, характерных для Библии в целом. Так, из книги «Бытия» мы узнаем, что Бог сотворил Вселенную и жизнь. Теория эволюции же учит нас, что жизнь возникла под чистой случайностью в далеком прошлом. «Бытие» говорит, что любящий Бог замыслил и сотворил нас по своему образу и подобию. А теория эволюции учит, что человечество произошло случайно, и в его появлении не было ни смысла, ни цели. Таким образом, мы видим, что если не воспринимать буквально начальные главы «Бытия», то теряется смысл главных тем всего священного писания. В то время как широкая публика и даже некоторые христианские общины принимают на веру теорию эволюции, в научном мире происходят интересные вещи. В наши дни все больше светских ученых ставят под сомнение теорию эволюции. Так доктор Хьюберт Йоки пишет в журнале теоретической биологии, теория, которая описывала бы происхождение жизни на Земле в результате случайности под воздействием естественных причин и основывалась бы на фактах, а не вере, не создана по сей день. Другое направление критики, ставящее под сомнение нашу способность понимать Библию, утверждает, что Библия — книга загадочная, мистическая, толковать ее нужно соответственно. Обратимся к единственному источнику, где можно найти непосредственное указание на то, как следует понимать Библию, к страницам самой Библии. Читая Библию, мы убеждаемся в том, что она написана простым и понятным языком, без всякого намека на то, что понимать ее надо не буквально, а как-то иначе. В книге пророка Исаии, 34 глава 16 стих, пророк говорит, «Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти». Речь идет о верности и неизменности Слова Божьего. Пророк не говорил, что для понимания Библии нам нужны толкователи. Он предлагал читать ее самостоятельно. В Библии сказано, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. А это значит, помните буквальный текст Писания, не ищите мистических истолкований. В Библии есть места, где используются типичные литературные приемы, в том числе и такой прием, как метафора. Так, в Новом Завете много метафоров встречается в Евангелии от Иоанна, и оно начинается с метафоры, со слов. Вначале было слово. Далее мы видим еще одну метафору. Иоанн говорит, что Иисус — это свет. С помощью этих простых метафор апостол Иоанн стремится помочь читателю глубже понять, что такое Христос. Слова апостола дают нам отчетливо понять, что Иисус — это слово, то есть выражение Божьей любви к нам и свет, озаряющий нас в этой любви. В третьем стихе первой главы книги Откровения апостол Иоанн говорит нам, «Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего». Иоанн воодушевляет нас, обещая Божье благословение всем, кто читает и слушает Священное Писание. Если мы благословены уже тем, что читаем, или даже просто слышим слова Библии, из этого логически следует, что мы не должны читать или слушать их бездумно. Очень интересный литературный прием мы находим в притчах Христа. Иисус сообщает духовные истины на примере ситуации с повседневной жизнью, знакомых и понятных слушателями. В Евангелии от Матфея Иисус называет притчей тайными, но почти во всех случаях Иисус разъясняет смысл притчи. И поскольку в Библии используется этот литературный прием или метод обучения, мы, как правило, можем не сомневаться, что в непосредственном контексте или в соседних стихах непременно найдется ключ к разгадке смысла притчи. Слова апостола Павла из 2-го послания к Тимофею, 3-я глава, 15-й стих, о Священном Писании служат самым ярким доказательством того, что Библия не тайна пись и не нуждается в субъективно-мистическом истолковании. Апостол говорит, «При том же ты из детства знаешь Священное Писание». Таким образом, апостол Павел сообщает нам, что даже дети, способные понять в Библии, многое, достаточно для того, чтобы мы, как говорит он далее, умудриться во спасении веры во Иисуса Христа. Можно ли яснее выразиться о понимании и толковании Библии? Безусловно, чем больше мы читаем Библию, тем больше убеждаемся, что ее можно воспринимать буквально, понимать ее смысл и доверять ей. Третье направление критики подвергает сомнению божественное происхождение Библии. Скептики утверждают, что авторы Библии изложили свои собственные мысли, обманом приписав их Богу. Это очень важный вопрос. Верно ли, что Библия — священная Боговдохновенная книга, или же это всего лишь творение рук человеческих? Если Библия от Бога, то в ней обязаны найтись веские подтверждения этому для каждого из нас. В поисках доказательств Боговдохновенности Библии мы рассмотрим исполнение пророчеств, соответствие Библии науки, утверждение авторов Библии и воздействие библейского послания на современное человечество. Библейские пророчества представляют нам убедительные доказательства божественного происхождения Библии. Пророки Священного Писания говорили о том, что произойдет в будущем, чтобы предостереть своих современников и дать им надежду. Но кто же может в точности предсказать события будущего, если не Бог? Правящая история. Большинство библейских пророчеств еще ждет своего исполнения, но многие уже сбылись. Жители Ниневии, могущественной столицы Ассирийского государства, в 680 году до Рождества Христова должно быть считали, что их город может выдержать любое вражеское нападение и будет процветать в веках. Но в это же время пророк Наум и Сафония предрекли неминуемое падение города. Их пророчества включали в себя особые детали и обстоятельства и названия народов, которые разрушат Ниневию. И они сбылись до мельчайших подробностей примерно через 74 года спустя. В 606 году до Рождества Христова город был полностью разрушен. Великолепный Вавилон некогда был гордостью всего мира, однако пророки Исаия и Еремия провозгласили, что город обречен, и даже уточнили, какие именно народы нападут на Вавилон и завоюют его. Реальный ход последовавших вскоре событий в точности соответствовал пророчеству. Как подтверждают вне библейские исторические документы, пророчество вновь сбылось до мельчайших подробностей. Событие такого масштаба, как падение Вавилона, не могло остаться незамеченным. Важнейшее из пророчеств, данных нам Богом, было сделано им на храмовой горе в Иерусалиме. Иисус пришел сюда с учениками и доказал, развеяв все сомнения, священникам и народу, что Он и есть обетованный Мессия, которого Израиль ждал века и тысячелетия. Он потряс учеников, предсказав самым недвусмысленным образом, что это прекрасное здание будет разрушено, что от него в буквальном смысле не останется камня на камне. Ученикам, конечно, было нелегко понять смысл его речи, но всего через несколько лет после его смерти, погребения и воскресения, пророчество сбылось с поразительной точностью, и мы сидим здесь, окруженные свидетельствами этого разрушения. Пророчества, предсказания о грядущих событиях, изложенные в Библии, сбылись одно за другим с потрясающей точностью. Неужели эти пророчества оказались в Библии случайно? Неужели они исполнились по чистому совпадению? Или же они появились и исполнились, чтобы дать нам свидетельство о достоверности Библии? Теория эволюции противоречит Библии, и поэтому многие полагают, что Библия и наука несовместимы. Но почти по всем вопросам, кроме теории эволюции, наука и Библия приходят к согласию. Просто поразительно, сколько признанных научных истин можно подчеркнуть со страниц Библии. Особенно интересно рассмотреть случаи, когда науке приходилось догонять Библию. Библия сообщает читателям о том, что Земля круглая. В книге пророка Исаии за 25 столетий до того, как Колумб подтвердил это своими путешествиями в 15 веке, Библия сообщает читателям о том, что Земля висит в космическом пространстве. В книге пророка Иоиля почти за 3000 лет до того, как Коперник объявил это своим открытием, в 1474 году. Библия сообщает читателям в книге Левит, что кровь — жизнь плоти. За 3000 лет до того, как ученый Уильям Гарвей открыл кровеносную систему и установил факт кровообращения в 1650 году. И Библия раскрывает тайну круговорота воды в природе. В книге Экклезиаста и Евангелия Теана за тысячи лет до появления в 17 веке теории Галилея. Неужели эти другие точные научные факты появились в Библии случайно? Или же они включены в Священное Писание с определенной целью? Могли ли люди за многие годы до начала научных исследований познать фундаментальные научные истины и зафиксировать их в Письме с такой точностью? Не предназначены ли эти описания для убеждения тех, кто искренне сомневается в Бога вдохновенности Библии? В отличие от большинства книг, Библия состоит из 66 отдельных книг, принадлежащих Перу многих авторов. Когда я задумываюсь об авторах Библии, первое, что приходит на ум, это их поразительная непохожесть друг на друга. Во-первых, существует фактор времени. Более 40 разных людей писали тексты Библии на протяжении почти двух тысячелетий. Далее играет роль разнообразие занятий авторов Библии. Среди них были цари, пророки, священники, пастухи, рыбаки, даже сборщики налогов, люди едва ли не всех жизненных путей. Нельзя забывать и о таком факторе, как место. Многие авторы жили очень далеко друг от друга. Большинство из них не догадывалось о существовании друг друга и не имели возможности читать труды друг друга. Но, несмотря на это чрезвычайное многообразие, различные книги Библии идеально согласуются друг с другом. Библия с первого до последнего слова — единое гармоничное целое. Читая Библию, мы видим, что она представляет собой цельное повествование, и самые разные авторы рисуют нам один и тот же ясный образ Бога, Его личности, Его святости и любви, и Заботы о человечестве. Кроме того, совершенно очевидно бескорыстие авторов Библии. Столь полное отсутствие эгоизма противоречит человеческой природе. Каждый из авторов Библии воздает всю славу Богу, и только Ему. Даже самые богатые, знаменитые и могущественные подвижники веры отрицали какие бы то ни были собственные заслуги. Самое поразительное свидетельство Бога вдохновенности Библии заключается в том, что говорят сами авторы о происхождении своих текстов. Те из них, кто сообщает о причинах и обстоятельствах, побудивших их взяться за перо, обязательно подчеркивают, что сделали это по повелению Божьему. Читая Библию, мы много узнаем о тех, кто ее написал. Лично я пришел к выводу, что ни у одного из этих людей не было намерения обмануть читателя. Вот лишь некоторые из авторов Библии, которые, безусловно, общались с Богом и создали свои тексты, чтобы открыть людям истину. Моисей писал в книге Исход, 17 глава, 14 стих. «И сказал Господь Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу». И он записал все слова Господа. В книге пророка Исаии, глава 8 стих 1, пророк пишет, «И сказал мне Господь, «Возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом». Пророк Иеремия пишет в книге пророка Иеремии, главе 36 стих 2, «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того в дня, как я начал говорить тебе». Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 14 глава 37 стих, «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповедик Господний». Ясно изложенное подтверждение боговдохновенности Библии мы находим во втором послании святого апостола Павла к Тимофею, глава 3 стих 16, «Все писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления и в праведности». В книге Откровения, глава 14 стих 13, святой Иоанн Богослов пишет, «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши». Во время великого искушения Иисус ответил искусителю словами, которые ясно показывают его отношение к Священному Писанию. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это лишь немногие из утверждений авторов Библии о том, что их труды и суть непосредственный результат Откровения свыше, а не просто изложение их собственных мыслей. Будь это неправдой, стали бы авторы Библии так настойчиво заверять нас в этом? Мы уже говорили о том, что авторы Библии, люди абсолютно разные. Случайно ли столь непохожие друг на друга, люди в один голос утверждают, что их рукой водил Бог? Еще одно свидетельство Бога вдохновенности Библии мы находим в том, как она изменяет и преображает жизнь своих читателей. Библия абсолютно современна. Я могу засвидетельствовать это и как пастор, и как учитель. Как пастор могу сказать, многие из тех, кто приходят к нам в церковь, видели и делали в жизни много плохого. И все же, когда они слышат Слово Божие и поминуются Ему, жизнь их изменяется, а это значит, что Библия действует и в наши дни. Как учитель, я утверждаю, ученики, входящие в жизнь без смысла и цели, обретают и то, и другое, когда слышат Слово Божье, повинуются Ему и применяют Его в своей жизни. Сила Слова Божьего в корне меняет жизнь тех, кто слышит и приемлет библейское послание. Великое благословение преподавателя Библии состоит в том, чтобы видеть, как библейское послание изменяет человеческую жизнь. Для меня, как для учителя, огромной наградой стали перемены, происшедшие с женой одного футболиста. Мы познакомились несколько лет назад, когда она пришла на мои занятия по Библии. Эти занятия были специально предназначены для жен профессиональных спортсменов. Она знала Господа, но хотела побольше узнать о Библии. Теперь это образованная христианка, активно проповедующая учения Иисуса, и теперь она сама учит других. Меня также очень радуют люди, которых чтение Библии приводит ко Христу. Одна девушка заключила свой зависть со Спасителем прямо во время наших занятий. Недавно еще одна женщина верила свою жизнь Христу благодаря тому, что верующие друзья прислали ей по почте записи наших уроков. Слово Божье обладает особой силой. Оно изменяет человеческую жизнь. Мы задались рядом вопросом о Библии и рассмотрели некоторые факты. Свидетельствуют ли эти факты об исторической достоверности Библии? Да. Все они, безусловно, подтверждают подлинность библейской исторической летописи. И это ясно как из археологических находок, так и из небиблейских исторических источников. Таким образом, мы видим, что Библия — эта книга, достойная доверия с точки зрения исторической истины. Свидетельствуют ли факты о том, что мы способны понимать Библию? Или же это мистическая книга, книга-загадка, требующая особого столкования? Сама Библия со своих страниц убеждает нас, что она обращена напрямую к читателю, и даже дети способны воспринять главную библейскую весть. Ни одним своим словом Священное Писание не дает нам оснований полагать, будто оно предназначено для некоего круга посвященных, и что для понимания его необходимо какое-то тайное знание или мистическое озарение. Следовательно, каждый из нас может прочесть и понять Библию. Свидетельствуют ли факты, что Библия — данные нам Богом? Во-первых, и это особенно убедительно, авторы Библии многократно, ясно и недвусмысленно сообщают, что их рукой вводил сам Бог. У нас есть и другие подтверждения Боговдохновенности Библии, точно, до мельчайших подробностей исполнений пророчеств, научные открытия, подтверждающие правоту библейских положений спустя много веков после создания текста Библии, мнения самого Иисуса о Священном Писании и многочисленные свидетельствам о том, что Библия преображает жизнь верующих. Все свидетельства, которые мы с вами рассмотрели на протяжении последнего часа, приводят к логическому выводу. Библия — книга, данная нам Богом. Да, Библия — не миф и не тайна. Но может быть, Библия — это чудо? В Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 31, сказано, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Сообщая нам о том, что грех разлучил человека с Богом, Библия не оставляет нас в отчаянии и безысходности. Она рассказывает, как мы можем восстановить союз с Ним, обрести вечную и прекрасную жизнь в общении с нашим Небесным Отцом. В Евангелии от Иоанна, глава 30, стих 16, говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог любит каждого из нас. Он сам говорит нам об этом. Это и есть истинное чудо Библии. И я хотел бы, чтобы вы сами испытали силу этого чуда, читая Библию и прося Бога научить вас вере в Иисуса Христа и преобразить вашу жизнь. Я приглашаю вас посмотреть и другие фильмы из серии «Величайшая книга». Это захватывающее путешествие в страны, о которых говорится в Библии, и уникальная возможность окунуться в цивилизации библейской эпохи. Библии. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok